Всем привет! Меня зовут Эльфия, и сегодня я буду готовить крокеты. Крокеты у меня будут различные, и что мне для этого понадобится? Это сыр моцарелла, мини-шарики такие, потом куриный фарш, фарш из крабовых палочек, ну и там различные овощи, которыми я буду пользоваться в качестве украшения, мука, яйца, сыр фета, соль, перец, без них никуда, и панировочные сухари. Ну что, приступим к приготовлению. Я беру фарш, соль, перец. Здесь все просто достаточно. Немножко его нужно посолить. Обычно куриный фарш, можете фарш из индейки, например, взять, если не любите, предположим, куриный фарш. Так, посолила, поперчила, и теперь хорошо смешиваем. Можно добавить, например, зелень какую-то свежую, если любите, или сушеную зелень. Можно, в принципе, что угодно добавить. Но я решила сделать так по-простенькому. Перемешали фарш. Теперь достаем холодную воду. Для чего это делается? Для того, чтобы к вашим рукам не прилипал фарш. Так, что делаем? Мочим ладошки. Берем такую прекрасную ложечку чайную. Какого размера будут крокеты? Они будут приблизительно размера помидорки черри. Берем чайную ложку. И чайной ложкой прям формируем в ладонях. Вот такого размера получатся шарики. Ну, приблизительно, да, одинакового размера. Все, сформовали. Ну, и теперь складывайте в какое-нибудь местечко, чтобы они вам пока не мешались. Закончила я формовать шарики из куриного фарша. Теперь приступаю к крабовым палочкам. Точнее, к фаршу из крабовых палочек. Но предварительно очень хочется протереть руки. Влажной тряпочкой. Убираем все лишнее, ненужное. Протираем со стола. Теперь, значит, следующие крокеты или начинка, можно так назвать. Что здесь? Это обычные крабовые палочки. Просто я их измельчила уже. Можно потереть на терке, либо в блендере. Как хотите, как вам нравится. Что я делаю? Беру этот фарш и смешиваю его с сыром фета. Оставьте его при комнатной температуре, ненадолгое время, чтобы он был чуть-чуть помягче. И вот так теперь мы должны из этого сделать однородную массу. также хорошо смешиваем. Обязательно поперчить, посолить. Хотя, наверное, даже солить я не буду, потому что сыр и так соленый. Поэтому без соли обойдемся в этой начинке. Хорошо-хорошо перемешивайте, чтобы сыр такими комочками не оставался. После того, как перемешали, делаем то же самое, что и с куриным фаршем. Также формуем шарики размером с помидорку черри. Также мочим руки. Также берем ложечку. И вот чайными ложечками. Можете взять столовую ложку. По пол-ложки брать. Ну, мне удобнее чайными ложками. И опять то же самое. Крутим шарики. Очень прикольно это блюдо делать, кстати, с детьми. Это вам так на заметку. Чем занять ребенка? Попросить его накрутить шариков. С крабовыми шариками я уже тоже закончила. Опять мою руки. Убираем все ненужное. Не люблю, когда на кухне много грязной, ненужной посуды. Поэтому я стараюсь ее сразу же помыть или избавиться от нее. Так, что делаем дальше? Крокеты я буду готовить во фритюре. Поэтому сейчас я включу плиту для того, чтобы разогреть масло. Масло должно быть где-то приблизительно от 175 до 190 градусов. Для этого у меня есть такое чудо-средство, как пирометр. Пока здесь 40-43, поэтому пускай кипит. Что делаю дальше? Нужно просушить шарики моцареллы. У меня они такие маленькие. Просушивать буду в полотенце, в обычном полотенце, в чистом. Можно просушить с помощью бумажных салфеток. В принципе, это не имеет никакого значения. Вынимаем. Раскладываем их так по периметру. Шарики, правда, у меня вышли чуть-чуть меньше, чем помидорки. Ну и вот так вот аккуратненько. Как пропитываем, получается, чтобы они не были прям в рассоле. Вот так. И все. Вот они уже прям поменялись. Сухие. Складываем их к остальным нашим крокетам. Вообще разберем, что такое крокеты. Крокеты – это куриный фарш, либо овощной какой-то. Ну, по сути, вообще это может быть что угодно. Цилиндрической или круглой формы, обваленная в сухарях и приготовленная во фритюре. Поэтому в моем случае это куриный фарш, фарш из крабовых палочек и моцарелла. Масло уже достаточно кипит, нужно проверить, до какой температуры оно нагрелось. Для этого вытаскиваю. Какой крепкий. Проверять буду игольчатым термометром. 181. Еще пускай чуть-чуть постоит на маленьком огне. В это время что я буду делать? Для панировки мне потребуется мука, панировочные сухари и, конечно же, яйца. И именно ими я и займусь. Их нужно взбить. Все как обычно. И теперь тщательно взбиваем вилкой. Делается это достаточно быстро, легко и непринужденно. Вот, пару легких движений, и они уже взбиты. В принципе, все. Еще раз проверю масло. Я думаю, то, что оно уже должно дойти. Сейчас он посчитает, подумает. Да, достаточно. Что делаю теперь? У меня здесь уже подготовлена тарелочка с салфетками. Для чего она нужна? Для того, чтобы, когда мы пожарим крокеты во фритюре, мы их откинем, так сказать. И чтобы лишнее масло, в общем, вышло. Начну с чего? Думаю, что, наверное, с мясных. Еще раз смочу руки. Берем каждый шарик. Обмакиваем его сначала в муке. Потом в яйце. Буду делать это вилочкой, чтобы не попачкать руки. И после яйца в панировочных сухарях. Возьмите сразу побольше панировочных сухарей, чтобы вот прям пообильнее. И вам будет проще. Проще обмакивать. Так. Вот такой получается крокет. И теперь бросаем его в масло. Прям зашипело очень красиво. Сколько должно жариться? Буквально минутку. Ну, как вы это поймете? До золотистой корочки. Все как всегда. И теперь быстренько. Здесь такое дело, когда надо прям шустрить. Делаем все то же самое со всеми остальными шариками. Как с куринами, как с крабовыми. То же самое мы делаем с моцареллой. И все откидываем на тарелочку. Еще раз повторюсь, что это классный рецепт. Для того, чтобы готовить его вместе с детьми. Но единственное, к маслу, конечно, детей не стоит подпускать. Один крокет у меня уже поджарился, самый первый. Шумовки у меня, к сожалению, нет. Но у меня есть такая замечательная вещь, как маленькая сита. Буду доставать им. Будьте осторожны, может брызгаться. Поэтому лучше делать это на расстоянии, слишком близко не подходите. Вот такой он получился. Смотрите, такой прям с красивой зажаристой корочкой. Выглядит достаточно аппетитно. И все, откидываем его вот так аккуратненько на салфетку, чтобы стек лишний жир. Ну и теперь один за одним повторяем тот же самый процесс до приготовления всех крокетов. Вообще, если у вас планируется какая-то вечеринка или какое-то мероприятие, предположим, где вы планируете сделать их много крокетов, то, наверное, по одному это будет очень долго делать. Поэтому можно сделать сразу же по два. Сейчас покажу, как мы это будем делать. Так, уже руками голыми полезло. Закидывайте прям вот так вот по два, по три. И их все вместе обваливаете. Ну, это сэкономит ваше время во всяком случае. Чище на кухне, конечно, не станет, но времени сэкономите. Проверяем, что у нас здесь происходит. Вот такой румяненький, красивый. Ну и вот так вот по три штучки я сделала. И теперь забрасываем. Раз, два, три. Ну, получится действительно быстрее. Вот у меня осталось еще два куриных. Также их обваливаем хорошенько в муке, в яйце. Кстати, можно еще, предположим, добавить в муку каких-нибудь специй. Те же прованские травы, предположим, перец. Если любите посоленее, соль можете добавить. Ну, в общем, любые специи, которые вы любите. Ну, я решила сделать попроще, поэтому у меня без специй просто мука. Я думаю, и так будет достаточно вкусно. Почему сказала взять побольше сухарей? У меня здесь полкило. Как видите, это намного удобней. То есть вы бросили туда этот крокет и его ложкой возите. По всей посудине, так скажем. Вот, все, куриные я закончила. И теперь делаем все то же самое со всеми остальными. Проверяем. Так, пускай еще немножечко постоят. Вот этот вот уже можно вынимать. Вот такого цвета должно у вас получиться крокеты. Смотрите, не передержите. Если они начнут у вас отдавать в черный цвет, значит, что-то пошло не так. Ну, и совсем, если они будут прям бледно-желтые, типа вот такого, то это как бы они не готовы. Не забывайте, что это все-таки куриный фарш, и за 10 секунд он не приготовится. Все, теперь я приступаю к остальным крокетам. Увидимся по окончанию. Прошло 10-15 минут. Все шарики во фритюре я пожарила. Они даже уже немножечко успели остынуть. Теперь я хочу подготовить овощи для подачи, что потребуется. В моем случае это будут помидоры, перец и огурец. Все просто. Возьмите покрасочнее овощи, чтобы они... Ну, то есть, вот, желтый перец, красные помидоры, зеленый огурец. Ну, все очень красочно и сочно будет смотреться. Что делаю? Нарезаю на такие кружочки, покрупнее, потому что мы потом их будем на шпажки надевать. Все. Дальше перец. Перец тоже на кубики крупные. Не мельчите, чтобы, потому что кроки-то они сами по себе большие, достаточно такие крупненькие получились. Ну, и чтобы у вас овощи соизмеримы были по размерам. Отчищаем от ненужных элементов. Сначала я режу такие большие полоски. И потом эти полоски на такие кубики. Я думаю, пока что, наверное, достаточно. Да. Что делаем теперь? Берем деревянные шпажки. И начиниваем каждый. Сначала у нас куриный. Потом возьмем огурец. После него сырный. Что касается шариков из моцареллы, их готовьте меньше, чем другие крокеты, потому что они готовятся достаточно быстро. И просто, чтобы у вас сыр не вытек, делайте, ну, и вот как раз можно секунд по 30 где-то держать, по 15 даже, может, секунд. Буквально только корочка схватилась, и все. Если передержите, это может грозить тем, что у вас просто сыр весь вытечет, и как бы шариков не получится. Либо они будут как пустышки, ну, либо просто вытечет, и не получится вообще ничего. И вот так вот друг за другом, чередуясь с овощами, мы нанизываем наши шарики. И вот что у нас должно получиться. Теперь по такому же принципу делаем все остальные шпажки. Вот такие получились у меня крокеты с различными начинками. Достаточно интересная подача в виде шашлычков с овощами. Классное блюдо. Попробуйте приготовить его с детьми. Единственное, от масла, конечно же, держите их подальше. Также это блюдо можно подавать с каким-нибудь соусом. С сырным соусом, с барбекю, с кетчупом, с обычным. Какие любите, теми и подавайте. Пишите в комментариях, понравился ли вам рецепт. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А с вами была Альфия. До новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»